Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Снизу обороняющийся концом зонтика отводит атакующую руку в сторону, делая при этом шаг назад. Кисть противника оказывается в болевом захвате между зонтиком и запястьем обороняющегося. Не только зонтик. Предметы одежды могут стать орудием защиты. Например, ремень или куртка. Подставляя растянутый в руках ремень под атакующую руку, защищающийся уходит с линии атаки на втором базовом движении. Ремень опутывает запястье противника. Одна рука защищающегося фиксирует кисть с ножом, другая движением ремня выбивает его. Аналогичным образом выбивается нож при ударе снизу. При отражении удара ножом сверху, куртка обороняющегося, подобно ремню, останавливает руку с ножом. Уходя от атаки на третьем базовом движении, защищающийся выворачивает курткой нож из атакующей руки. Натянутая в руках куртка действует как ремень. При ударе ножом снизу, защищающийся действует так же. Магомед! Миша, открой! Мишу позови! Иван Иванович! Я! Сейчас, сейчас я открою! Давайте, руку уберите, вот так, а то синяк будет, это совсем некрасиво. Козел! О-о-о-о! Прыщ! Гони, стольник! Какой стольник? Кто обещал на клиента навести? Ты задаток получил? Стоять! Ты же мне четвертак только дал. А неустойка? Гони, не жми-с! Ладно, там кавказец один есть с бабками. В нашем доме поселился. В вашем? О! Ты квартиру получил? Не, я все там же. Пошли. Опаздывает. Сам приехал. Привет. Деньги привез? Товар где? Наверху у друга. Приезжай к девяти. Все заберешь. Который? Слева. Смотри. Сейчас. Сейчас. Ладно. Давай поехал. Ну что? Вечером приедет. А как товар забрать? У вас покупка. Стоять! Тихо! Тихо! Да ты, у меня черный пояс. А у меня кожаный с прячкой. Сундук идет! Хочешь работать на нашем участке? Плати за аренду. Отстегивай десять штук. Понял? Получишь вдвое больше. Если поможешь наказать Мишкиного соседа. Бабки с собой. Проверь. Нормально. Чего-то не видать. Домой вернулся. Мне worthwhile. Зима. Пок påича. Бабки с собой. Зачем же мы здесь? Пойдемте лучше ко мне. Куда пойдем? В сундук дома. Скажи ему, чтобы он тебя встретил. Что я хочу тебя обидеть. Слушаю. Иван Иванович, это я. Что случилось? Где вы? Во дворе. Иду. Кувырок назад из положения ноги на ширине плеч начинается шагом назад. Отставленный назад нога сгибается в колени. Центр тяжести тела максимально смещается вниз. Далее выполняющий кувырок мягко садится на опорную поверхность. И округляя спину переворачивается через плечо, оказываясь после переворота в положении на коленях. Кувырок вперед из положения ноги на ширине плеч начинается шагом вперед. Голова подбородком прижимается к груди. Руки согнуты в локтях, образуя кольцо. Кисти обеих рук обращены друг к другу, почти касаясь пальцами. Вся тяжесть тела приходится на выставленную вперед ногу. Другая максимально разгружена. Маховое движение свободной ноги вперед усиливает вращательный момент тела. Перекат осуществляется по диагонали спины, которая в этот момент максимально округлена. В конечной фазе можно встать на ноги или остаться на коленях. Кувырок в сторону осуществляется с использованием второго базового движения корпуса. При развороте туловища на 90 градусов из положения ноги на ширине плеч, выполняющий кувырок оказывается в положении задней стойки. Из нее же кувырок осуществляется в обе стороны. Кувырки под углом к линии движения производятся на третьем базовом движении. На четвертом базовом движении. И на пятом базовом движении корпуса. Кувырки под углу Família Допрыгался, Кузнечик. Противник находится сзади, упираясь пистолетом в спину. Уход выполняется на пятом базовом движении корпуса. Неопорная нога заходит за противника, рука обороняющегося отводит руку с пистолетом от корпуса, а затем перехватывает ее, сгибаясь в локте. Другая рука оказывает давящее воздействие на подбородок противника, опрокидывая его. Пистолет приставлен к груди. Защита выполняется на пятом базовом движении корпуса. Уходя с линии выстрела, руки захватывают кисть пистолетом, вращательным движением направляя ствол вверх. Опускаясь на колено, защищающийся опрокидывает противника. Пистолет упирается в живот. Обороняющийся уходит в сторону с разворотом корпуса на втором базовом движении. Одна рука при развороте удерживает противника за кисть, другая упирается основанием ладони в верхнюю часть рукоятки. Делая шаг назад, защищающийся поворачивает ствол в сторону противника, вращая пистолет в направлении от себя, пока скоба спускового крючка не отожмет палец противника. Болевое воздействие вынудит его встать на колени. Снижение возможности попадания при стрельбе с близкой дистанцией достигается перемещениями, называемыми лестницей. В этом случае требуются незаурядные скоростные качества. Качание маятника выполняется следующим образом. Из положения ноги на ширине плеч при угрозе выстрела обороняющийся заводит одну ногу за другую, после чего переносит на нее тяжесть тела, а другой ногой делает шаг в том же направлении, выходя в исходное положение. Далее нога вновь заводится за другую, и движение повторяется. Если бы можно было стрелять. Проще всего привести пистолет в положение для стрельбы на шаги назад. В наибольшей степени задача обеспечивается на втором базовом движении корпуса. Выполняющий движение становится на колено одной ноги. В момент разворота одна рука выхватывает пистолет, другая передергивает затвор. Рука с пистолетом ложится на другую руку, и кисть ее опирается на локоть. Создается жесткая опорная конструкция. При угрозе сзади пистолет приводится в боевую готовность на третьем базовом движении корпуса. В тех же обстоятельствах возможно использование пятого базового движения. При угрозе сбоку используется четвертое базовое движение корпуса. Одна рука выхватывает пистолет, другая передергивает затвор. Продолжая разворот, стреляющий уменьшает площадь поражения. Если угроза хруст ветки шаги возникает сбоку и сзади, то быстрая готовность к ведению огня обеспечивается шестым базовым движением. Обороняющийся заводит ногу за ногу и продолжает разворот до положения полной устойчивости. То же базовое движение используется для создания кругового сектора ведения стрельбы. Стрельба в переворотах применяется при отражении огня нескольких противников. Качание маятника может комбинироваться с кувырками и переворотами. Да мало того, что они вооружены, они еще стреляли. Чистый переулок, дом 2. Потерпевшие есть? Нет. Материальные ценности пострадали? Не пострадали. Личные вещи пропали? Стреляли. Мало ли что. Стреляли. У нас каждый день стреляют. Да я спрошу, когда вы приедете? Подождите. Патрульные вернутся с митингом. Кого-нибудь подошлю. Попозже. Ну, может, завтра. Иван, что дело? Наши собирались тебя ждать. Вернешься, позвони. Олег Андрей. Угу. Ну, спасибо вам. Дурдом. Слушаю вас. Олег, ты? Коран. Уголовный кодекс. На русском. На языке межнационального общения. А ты что здесь сидишь? Мишку ищи. Товар у сундука в комнате. Пусть заберет. О, прибыли. Здоров. Привет. Быстро вы? Такси подвернулось. Ну, что тут у тебя? Охотятся тут за мной. Давно? С утра. Одновременно захватывая кисти рук противника, нападающие разворачиваются на третьем базовом движении, производят их болевое скручивание. Или же захватывают руки противника в замок, заводя их за спину. Тот же вариант используется при захвате сзади. Группа из трех человек может применить удержание противника за ноги. После захвата рук противника, свободные руки двух нападающих соединяются у него на груди в замок. Руки противника разводятся в стороны. Третий нападающий подхватывает противника за ноги, отрывая от земли. Противника опускают лицом вниз, прижимают его коленом с обеих сторон. Третий загибает ноги. Возможен вариант с переворотом. В этом случае руки противника зажимаются у него же под коленями. Ну все, ну хватит, отпусти. Тебе чего здесь надо? Эти послали. Зачем? Они говорили, товар у них за батареей спрятан. Ага, что-то есть. Он самый. Тут его на полмиллиона будет. А ты говорил, хулиганы. Ваше предложение. Брат нужно. Когда группа берет вооруженного противника в закрытом помещении, применяется так называемая веерная атака. Ты идешь первому в дверь. Перед тобой трое в разных местах. Кого берешь? Который дальше. Ты на ближнем застрянешь. Дальний успеет оружие вытащить. Ближнего возьмет идущий за тобой. Задача в том, чтобы всех их одновременно брать, веером накрыть. Ты науй! Израиля. Идите. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Противник делает шаг вперёд, нанося удар в голову. Защищающийся делает шаг назад, в заднюю стойку и отбивает удар. На первом базовом движении с подшагом выставленной вперёд ноги защищающийся наносит встречный удар в подбородок атакующего и, подтягивая другую ногу, наносит удар в пах. Защищающийся уходит с линии атаки на втором базовом движении корпуса. Согнутая в локте рука блокирует удар. Разворотом корпуса рука противника отводится в сторону, открывая его для удара другой рукой. Продолжением может стать круговой удар ногой. При атаке противника обороняющийся делает шаг вперёд и в сторону, нанося удар в корпус. И, разворачиваясь на третьем базовом движении, наносит удар под бьющую руку противника, разворачиваясь в другую сторону, подбивает его ногу своей. В основу защиты на четвёртом базовом движении положен принцип зеркального отражения или тени. Повторяя позицию атакующего, защищающийся занимает наиболее безопасную и удобную для собственной атаки позицию. Отражая удар, согнутый в локте рукой, обороняющийся уходит с линии атаки, продолжая разворачивать корпус, делает шаг назад, после чего из безопасной позиции атакует противника со спины или в голову. При отражении удара рукой в голову, защищающийся уходит вниз на пятом базовом движении, встречным ударом останавливая противника. Разворот в другую сторону сопровождается подсечкой, ближней к атакующему ноге противника. При отражении удара на шестом базовом движении, защищающийся выходит за спину противника, нанося ему удар коленом. КОНЕЦ 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 Крупного успеха добилось оперативное подразделение Управления внутренних дел столицы. Более полугода работники милиции вели расследование преступной деятельности организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков и совершившей ряд противоправных действий. Взгляните на эти лица. Может быть, среди них вы кого-нибудь узнаете. Прошу, все готово. Ну что, ребята, зло наказано. Порядок? Надолго ли? За порядок? За удачу. За удачу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok